добрый день дорогие друзья с вами в очередной раз виталий ерофеев на канале часто знания я рад вас видеть у себя в гостях несмотря на что я продолжаю записывать видеоролики и сегодня мне продолжают тему о состоянии zero которые покажется вам непонятный предыдущих видеороликах но сегодня я и маленькая раскрою чтобы вы могли практически и применить на своей жизни увидите ее состояние в себе собственной жизни так вот не будем долго тут распивать как бы дифирамбы до себе но мы состояние zero как я вам говорил а я рекомендую вам все таки посмотреть этот ролик предыдущий про состояние zero делим на два состояния состояние полноты и состояние пустоты то есть два состояния нам необходимы для того чтобы оказаться состояние zero и так два состояния полноты и пустоты мы их объединяем и получаем состояние zero как я еще раз повторю для вас что состояние zero это состояние которым вы способны объективно со стороны посмотреть на свои достижения на свои кита планы на свои свои кита решения те или иные поступки творческие даже экономически там деловые какие-то и тому подобное составляющие своей жизни которые вы собираетесь непосредственно сегодня действовать и вы видите как ведь как правильно действовать как повлиять те или иные решения решение на будущее понимаете то есть вы это на перспективу смотрите благодаря этому стоит zero так вот это состояние zero очень как бы просто можно проиллюстрировать такими вещами как наше собственное имя то есть когда вы приходите куда-либо к вам обычно там обращается по имени в лучшем случае в лучшем случае обращается по вашему полному имени так то есть полное имя это состояние полноты чем полнее ваше имя к вашим к вам обращается тем вам больше сигнал идет вам что вы близитесь к состоянию полноты то есть допустим русское имя хорошее иван иван вот иван это полное имя докажется мне но мы понимаем что это не совсем полное имя нас полными иван иваныч получится да или или если у нас что происходит обращаетесь обращается к вам как не по полному именно приходите вы домой и к вам ваша любимая женщина или ваша матушка или же куда родственники обращаются к вам по уменьшительно раскательному имени то есть какой там у нас имя иванушка иванушка завида такое сказочное слово бородец иванушка уменьшительно раскательное имя показывает вам что вы близитесь к состоянию пустоты если здесь наполняется имя ваше более полное то есть иван иванович или иван петрович то есть добавляется отчество отчество петрович петрович то вы еще больше движись ведь ближе подходите к состоянию полноты в этом в этом вопросе понимаете но если вас вот здесь вам обращается обращается к вам здесь еще большего уменьшительно уменьшительное ваше имя уменьшает близить его к состоянии как бы никто да то есть обращается уже не просто уменьшительно ласкательно как обращается придумают какие-то эпитеты то есть еще раз момент повторяем эпитеты у нас какие бывает и бить там там какой там тигренок да так ты мой тигренок тигренок медвежонок 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 это и тогда то есть уменьшительно ласкательный и более того еще более то есть вы превращаетесь создании никто то есть пустоты все больше и больше здесь если вы ваше имя вообще исчезает здесь ними чем больше ими тем больше не тем больше он правляется уважение тем больше полноты но нам необходимо соединить и два состояния правда ли очень сложно соединит покажется как-то стараться не чтобы вас одновременно называли по вашему полному имени, и в то же время, чтобы вы были никто, как это может быть, да, чтобы не называли вас в полном имени, а называли вас уменьшительно-ласкательно. Или, к примеру, мы приходим к какой-то ситуации, допустим, мы в такой же ситуации находимся на работе, то есть человек приходит на работу, выполняет какие-то там свои обязанности, функции, какую-то деятельность осуществляет предпринимательскую, творческую, экономическую, там, социальную, служебную и так далее, деятельность, и в этой деятельности также проявляется состояние полноты, состояние пустоты, то есть там его называют не Иван Петрович, а просто Петрович называют, да, Петрович, как у тебя дела, Петрович, что ты сделал, Петрович, что ты не сделал, вот тебе здание, Петрович, и так далее, то мы понимаем, что состояние полноты разделяется, и больше здесь пустоты, то есть полного имени нет, или на работе вообще никак не обращаются, Говорят, эй, ты принеси то, принеси это, то есть вообще, тебя нет на работе, пустотой, пустое место, тебя звать никак, любые палки, никак тебя не звать, кто-то как к тебе обращается, и тебе так обидно, тебе чувствуешь себя дискомфортно в этой ситуации, то есть на работе, это очень такое распространенное явление к молодым людям, или наоборот, к пожилым, к зрелым людям, обращаются по отчеству, или к молодым людям обращаются никак, да? Вроде бы хочется человеку, чтобы к нему обращались застойно, уважительно, но к нему не обращаются, после этого он находится ближе к состоянию пустоты, а здесь к болеешему состоянию полноты, и это состояние нам надо объединить, объединить одновременно, чтобы было, то есть два цвета, вот возьмем два цвета, черный и белый, да? Черный и красный цвет мы взяли, чтобы на белом фоне показать, объединить полноту и пустоту, то есть состояние полноты постепенно, постепенно переходит в состояние пустоты, то есть это процесс, вот, переходящий, переходящий, когда вы начинаете осознавать существование этих двух законов, полноты и пустоты, и начинаете их объединять в себе, осознавая, что в этом нет ничего плохого, если тебя звать никак, и здесь нет ничего плохого, если тебя зовут Петрович, или зовут тебя здесь Иван Петрович на работе, да? А домой приходишь, тебя называют Тигренок мой, да? И называйте Иванушка, называйте, или Ванечка мой, любимый, да, говорят, и тому подобное. То есть нет в этих состояниях ничего плохого, но вы должны осознавать переходящее состояние, переходящее. Это нет здесь негативного состояния, это нет ничего такого плохого. Поэтому вы, когда вам обращаются уменьшительно-ласкательно, и вы теряете здесь свою роль, либо наоборот, здесь повышаете свою роль, компенсируя здесь, компенсируя. То есть в этом случае у вас меньше ваша роль, меньше вам уважения, и вы думаете, здесь меня меньше уважают дома, здесь я никто, и знать меня никак, да, и я наскитом свои разбрасываю, где попало, и это делаю что-то не так. Это не есть негативное. Вы берите сюда, приходите на работу, на свою службу, на свою предпринимательскую деятельность, творческую, и пытайтесь компенсировать себе отсутствие здесь большего состояния уважения. Здесь состояние, да, это неправильно. Это нормальное состояние оба. Это переходящее состояние. Переходящее. Вы переходите из состояния пустоты, из состояния полноты. То есть препятствием, препятствием для объединения этих двух состояний является кто? Вы, я. То есть я сам являюсь препятствием. Я сам являюсь препятствием этому состоянию. когда я начинаю их разделять когда я начинаю разделять их я думаю о том что меня на работе не оценит или меня дома считает пустым местом ничего не значим не говорят на вынеси ведро с мусором иди 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 быстрее внизу с мусором больше ты ни на что не способен это даже гвоздь не может закрутить саморез до в стену там повешать картину иди ты никто а когда прихожу на работу я иван петрович нету значимый человек и руковожу проектом там какой-то инженер какой-то менеджер какой-то руководитель какого-то направления я очень важная какую-то деятельность осуществляют как рабочий как служащий непосредственно и меня уважают здесь на работе от дома меня не уважают я разделяю я разделяю это состояние на полноту и пустоту важно чтобы попасть в состояние zero объединить эти два состояния то есть примириться и с этим примириться с этим это объективные состояние и от принять кто-то вы понимаете как объективное состояние у вас появляются объективные available и вы способны видеть предвидеть как те или иные решения теле на ее план телен и действия перспективе перспективы повлияют на только на ваша жизнь но на жизнь окружающих вас людей понимаете вот в чем важный аспект я вам сегодня хотел сказать о состоянии zero обещал предыдущем видео куда этом ногами руками шевелил в гору или за говорю я вам расскажу о состоянии zero для мужчин и женщин потому что женщинам это тоже важно важно то есть я здесь пишу на мужском примере конечно иван петрович да мы также на зонтом там мария да мария ивановна то есть мария ивановна на работе а дома она машенька да то женщинам это нравится да с одной стороны и дома и и любит и на работе и уважать женщинам это состояние более близкое более естественное и она с ним быстрее примеряется таком состоянии и часто женские советы бывают очень очень правильно очень верные когда мужчина спрашивает а что как ты видишь эту ситуацию и не женщина можно сильно сказать более точно потому что она частенько борьба это состояние zero поэтому многие подумали что это состояние относится к мужчинам когда я говорил что будет видеоролик для мужчин это мужская мужская правда но на самом деле конечно общее такое вообще человеческое состояние относящиеся именно к мужчинам и женщинам но не поле но не детям и не пожилым людям у них другие другой сцене так вот сегодня хотел это вам про иллюстрировать таком небольшом коротком спич и надеюсь я ваше внимание привлек к этому состоянию и вы будете его использовать своей жизни будет наблюдать его и вы наблюдать его состояние в себе и она вам поможет вашей деятельности вашей жизни ваши планы будут более точно отражаться и вы не будете сомневаться в действительности в их результате и так как любые сомнения любое разделение создает такие сомнения не не разделяйте не сомневайтесь вот здесь будьте с вами была виталий ирофеев заходите ко мне на канал подписывайтесь всегда вас рад видеть всем пока давайте друзья будьте здоровы